Бюджет Владимирской области увеличился почти на 5 миллиардов рублей. ЗАГС Собрание утвердило изменения в главный финансовый документ региона и увеличило доход областной казны примерно на 4,8 миллиарда рублей. Часть поступивших средств было решено направить на строительство дороги в районе парка за дворцом детского и юношеского творчества. Об этом парламентариям рассказал Вячеслав Кузин. Вырастут на полтора миллиарда рублей бюджетная поддержка экономики ЖКХ. В частности, увеличится, как я уже сказал, дорожный фонд на 267,9 миллиона рублей. Львина и его доля будут направлены опять-таки в муниципальные дорожные фонды. В частности, дополнительно город Владимир по поручению губернатора области направится на строительство автодороги от Лыбинской магистрали до улицы Пушкарской. Напомним, в ходе пресс-конференции в конце августа глава региона рассказал о необходимых средствах для благоустройства парка за дворцом детского и юношеского творчества. По оценке губернатора, всего на эти цели необходимо будет израсходовать порядка 2 миллиардов рублей. К слову, в ходе внеочередного заседания ЗАГС Собрания первый замгубернатора отметил, увеличение доходной части бюджета связано с развитием экономики. Так, например, размер валового регионального продукта за последний год значительно вырос. Так, валовый региональный продукт уже в самое ближайшее время перевалит за триллионную отметку. Напомню вам, что когда ваш состав в законодательном собрании только приступал к исполнению своих полномочий, этот валовый региональный продукт был менее 700 миллиардов рублей. Также около полутора миллиардов рублей планируется направить на повышение оплаты труда бюджетников. Размер доходов от трудовой деятельности. По этому показателю мы начинали год с ориентира 41 с небольшим тысячей рублей. Сегодня он уже на первом полугодии достиг оценки 46. За 9 месяцев прогнозируется на уровне 48. По году мы его оцениваем 50 с небольшим тысячей рублей. Власти решили поддержать и обманутых дольщиков. Те деньги, которые планировалось израсходовать на эти цели в 2025 и 2026 годах, решено выделить уже в этом. Речь идет о сумме примерно в 260 миллионов рублей. Кроме того, довольно острый вопрос по достройке проблемных домов с обманутыми дольщиками. Верхняя Дуброва 32В. Произвели передвижку средств, чтобы быстрее ускорить решение этого вопроса с 2025 и 2026 года на текущий год перенесены средства. Это будет профинансировано, это будет выполнено. Кроме того, поступившие средства будут направлены на здравоохранение, образование, физическую культуру и ЖКХ. В целом получается, что большую часть денег направят на социальную сферу. Все мы знаем, что денег много не бывает, особенно в социальной сфере, которая всегда нуждается в каких-то дополнительных средствах. Все средства были распределены практически по всем министерствам. В разных размерах, но тем не менее все министерства получили средства из вот этой суммы. Причем около 150 миллионов в бюджет Владимирской области поступило из Москвы. На эти деньги был, например, проведен фестиваль фейерверков в Суздале. Также средства потратят на развитие туристической привлекательности улицы Георгиевской во Владимире. По информации нашего источника, эти деньги пойдут на изготовление и установку памятника Юрию Долгорукому. Следующее заседание парламентариев пройдет 26 сентября. Алексей Домнин, Артем Замоскин, Шестой канал.